Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу Коллективное письмо от жен и матерей военнослужащих Донецкой Народной Республики Российской Федерации Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жены, дети и матери мобилизованных военнослужащих Обращаемся к вам и просим рассмотреть вопрос о демобилизации наших мужей и отцов 125-127 полков воинской части 088-05 Донецкой Народной Республики Российской Федерации По достижению предельного возраста, который превысил 50 лет, предусмотренный федеральным законом о воинской обязанности и военной службе От 28 марта 1998 года номер 53ф3 и гарантированных им главы 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации В феврале 2022 года наши мужья и отцы были призваны на военную службу по мобилизации в соответствии с указом главы Донецкой Народной Республики От 19 февраля 2022 года номер 29 о проведении общей мобилизации На момент призыва они не являлись кадровыми военными и контрактниками, добровольцами Пункты А, пункт 2 ст. 24 закона от 28 марта 1998 года номер 53ф3 Под пункт 3 пункт 1 ст. 33 закона от 29 декабря 2012 года номер 273ф3 В дальнейшем гражданские лица, которых забрали без прохождения медицинской комиссии, незаконно направлены в военные части Командованием Министерства обороны Российской Федерации и принуждаются к выполнению боевых задач в составе воинских подразделений По всей линии обороны проведение специальной воинской операции Херсонская область Среди них находятся инвалиды третьей группы и практически у каждого есть хронические заболевания Командованием Министерства обороны Российской Федерации